До начала 2022 года остаются считанные дни, и к нему нужно как следует подготовиться. И мы сейчас не о том, в чем встречать и что приготовить, это каждый решит сам. Что принесет за собой год наступающий и какие законы вступят уже с 1 января, расскажем в нашем обзоре. Одна из горячих тем года уходящего – инфляция и рост цен. Как считают эксперты, жизнь продолжит дорожать. Уже с 1 января традиционно поднимут акцизы на алкоголь. Та же участь ждет табачную продукцию. Неутешительные прогнозы приходят от экспертов в строительной отрасли. Рост цен на материалы продолжится и в 2022 году. В первом полугодии ожидают подорожание еще на 10-20%. В 2022 году продолжит дорожать техника. По данным аналитиков, так, цены на смартфоны в России могут вырасти до 17%. Похоже, больше придется платить за покупку новой машины. Цены на авто росли и в уходящем году. Происходящее объясняли дефицитом. Некоторых моделей приходилось ждать по несколько месяцев. А где дефицит, там и рост цен. По данным автостата, за год среднерозничная цена новой машины увеличилась на 20%. С полутора до почти двух миллионов рублей. Эксперты полагают, что тенденция сохранится и в первом квартале 2022 года. Продолжат дорожать бензин, дизельное топливо и моторные масла. Рост ожидается не менее чем на 3%. Для владельцев машин приготовили и новые штрафы. С 1 марта 2022 года вводится административная ответственность за управление автомобилем, для которого не оформлена диагностическая карта, подтверждающая допуск машины к участию в дорожном движении. Штраф за подобное нарушение составит 2000 рублей. Однако отказ от машины жизнь граждан дешевле не сделает. Саратовцев уже предупредили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. С 1 мая поездка в трамваях и троллейбусах будет обходиться жителям и гостям областного центра в 29 рублей. Поднять цены на билеты в автобусах и маршрутках в следующем году планируют и частные перевозчики. А пару месяцев спустя, 1 июля, граждан ждет очередное повышение стоимости коммунальных услуг. В целом индексация тарифов составит от 3 до 5%. На фоне роста цен не так убедительно выглядят прогнозы по доходам граждан. Новый год для россиян начнется с увеличения прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Первый в среднем вырастет на 8% и для жителей Саратовской области составит для трудоспособного населения 11 586 рублей, для пенсионеров 9 141 рубль и для детей 11 067 рублей. Что касается минималки, то во внебюджетном секторе работодатели обяжут увеличить ее до 14 300 рублей. Хорошая новость для предпенсионеров. Те из них, кто останется без работы, с 1 января смогут оформить пенсию на 2 года раньше установленного срока. Правда, этим правом можно воспользоваться при условии, если человека уволят в результате сокращения численности или штата и при ликвидации организации. При этом страховой стаж должен быть не меньше 25 лет для мужчин и 20 для женщин. С февраля вступит в силу изменения в гражданский кодекс, касающийся граждан, которые имеют взыскание от банков и других кредиторов. Должник может обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. Правда, это не коснется должников по алиментам и ряда других категорий. Есть хорошие новости и для сторонников ЗОЖ. С нового года появится возможность оформить налоговый вычет за занятие спортом. Максимальная сумма расходов на эти цели, которую совокупно можно предъявить к вычету, составляет 120 тысяч рублей. Соответственно, предельная сумма самого вычета – 15,6 тысяч рублей. Претендовать на него смогут посетители не всех клубов и спортсекций, а только тех, которые вошли в список, утвержденный в правительстве России. Этот перечень будет действовать в 2022 году. Раз в год в него могут вноситься изменения. Ну и, конечно, главная тема, волнующая всех – ситуация с коронавирусом. Приход нового штамма снова отдалил надежду на скорое окончание пандемии. Страны возвращаются к жестким ограничительным мерам. В России бушуют страсти вокруг закона о QR-кодах в общественных местах. Не меньший резонанс вызывает тема предстоящей вакцинации подростков. Речь пока идет о детях в возрасте от 12 до 17 лет. Минздрав уже включил прививку от ковида для данной категории в федеральный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Для проведения процедуры понадобится письменное согласие одного из родителей или иного законного представителя.